Алексей Алексеевич, как Вы считаете, что может ожидать от предстоящих выборов президента на Украине? В случае продолжения контртеррористической операции, так называемой контртеррористической операции, конечно, ни о каких президентских выборах речи не идет. В таком положении страна не может адекватно выбирать президента. И понятно, что для того, чтобы эти выборы были признаны легитимными, были признаны всеми странами, да и всеми частями страны, необходимо, чтобы в них все участвовали, в том числе Юго-Восток и Восток Украины. Помимо этого, необходимо завершить процедуру от решения от власти Виктора Януковича. В противном случае никаких правовых оснований под выборами президента Украины, нового президента, не будет. Полагаю, что выход стоит в реактивном начале и завершении конституционной реформы, которая приведет в чувство правовую систему Украины, которая создаст контуры новой политической системы, которая сейчас просто разрушена. И приведет в соответствие с международными нормами, собственно, и само административное здание Украины, которое сейчас испытывает, по сути, находится в аварийном состоянии. Юго-Восток Украины, к сожалению, ждет протест. И этот протест будет длиться до того момента, пока не разрешится вопрос с легитимностью киевских властей. Вестник Кавказа побеседовал с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Продолжение следует...